всем привет ребят всем салем недавно я заболел и я не знаю это наверное обычная простуда когда горло сначала болит потом превращается в кашель сопли потом начинает першить все и ты сидишь смотришь на себя в зеркало это еще не понимаешь кто перед тобой такое тоже может быть не опять пошла разоцея вот она красная крем который мне выписал косметолог я им пользуюсь каждый день два раза в день и это не помогает это не спасает это никаким образом никак не закрашивает эту разоцею я уже просто мне уже все бесит тут просто бесит уже хочется вот эту кожу всю содрать себя и вот все и ходить вот как вот знаете фредди крюгер короче потому что я уже не могу меня это уже раздражает такое состояние когда тебя все бесит и какая-то хрень происходит если бы я знал что это такое я не знаю что это совсем недавно я перестал есть сладкое возможно это провоцирует мои вот эти вот настроение и хочется иногда сожрать всю плитку шоколада но нет я просто беру ее в магазине хожу вот так кругами потом кладу ее на место и не покупаю знаете это как привычка взять что-то и съесть взять и съесть а потом просто взять и положить на место вот старался тут недавно завтракать правильно правильно завтракать это углеводы белки и жиры клетчаткой все дела хватило меня на три дня на три не стала заниматься этой хренью потому что я посмотрел видео на ю тубе интервью гастроэнтеролога потом у меня переклинило и на следующий день я пошел потратил почти 2000 рублей на здоровую пищу вот так вот бывает иногда знаете вы хотите как-то начать нормально питаться но понимаете что во-первых это дорого во вторых это очень дорого и денег на это нужно уйма правда если вы хотите питаться нормально и чтобы хотя бы как-то наедаться знаете а просто капусту морковь купить это как бы не составит труда это не такие большие деньги стоят но просто у меня нет зубов и есть капусту морковь передними знаете это как-то не особо приятно заварил тарафлю вот такой цвет тарафлю если вы видите какой-то желтизной отдает какой сладкий а вот чё в тарафлю находится парацетамол и витамин c наверное я не знаю кстати эту упаковочку еще с казахстану представляете я ее нашел буквально вчера в аптечке дома есть аптечка я ее нашел оказывается я покупал эти пакетики в астане когда тоже заболел я помню этот день когда я лежал и не мог просто встать у меня кружилась голова мне было плохо и знаете я тут недавно понял что возможными просто аллергия на холод аллергия на осень я всегда болею либо в октябре в конце октября либо в ноябре в ноябре у меня было два года подряд ангина это я точно помню да и вообще в ноябре какой-то знаете перестроение организма либо что я и я не понимаю и у меня постоянно какие-то симптомы обнаруживаются я не знаю что это такое может правда действительно у меня аллергия на холод и мне нужно переехать скорее ближе к морю и там где плюс 30 или хотя бы субтропический климат и друг подарил микрофон точнее петличку вот такую давайте сейчас попробуем как она на цвет и вкус мне интересно вот эта штучка микрофон включается она где-то здесь а вот сзади видите кнопочка с ее включу вот она загорелась видите красным и зеленым теперь мне нужно повесить микрофон сюда стороны правда нужно как-то по-другому висеть у меня будет так висеть а это вставляется телефон пипка так вставил я в телефон ничего надо будет нажать что короче ребят у меня слышно как меня слышно мне кажется эта петличка классная мне кажется теперь я могу снимать вообще с любого угла квартиры и меня будет слышно особенно на улице когда ветер летит когда ветер мешает снимать ветер мешает разговаривать особенно и держишь телефон и в динамик залетает просто шум а когда петличка все в принципе прикольно ну как вам звук если кого-то интересует именно такой профессиональный звук я покажу даже коробочку вот такая коробочка вот она у меня была уже петличка я заказывал ее в астане но к сожалению к моему старому телефону петличка не подошла пришлось покупать переходник та петличка нас проводом то есть вы снимаете этот провод висит он двухметровый а это уже bluetooth то есть это уже современные петлички они очень удобные комфортные я не знаю возможно я буду ими пользоваться когда действительно буду где-то не знаю каком-то походе в путешествии хотя когда это теперь будет неизвестно андрей мне говорит чтобы я сходил к врачу проконсультировался чё со мной какое у меня состояние здоровья но честно говоря я должен был вообще вот вчера идти на удаление зуба но я встал я понимаю что я не могу у меня нос забит у меня горло болит у меня белый язык и я перенес запись к стоматологу на понедельник не хочу я вырывать зуб еще с учетом того как я себя чувствую а к врачу сходить к терапевту хорошая идея да но я не думаю что это сейчас во мне такая какая-то зараза которая следует вот лечить капитально то есть но выпишет она мне ингавирин противовирусная и все а я таблетки не особо люблю пить и мне хочется чтобы организм сам справлялся ну вот видите констера флю пытается справиться пью чай облепиховый чай пью чай облепиховый с медом кстати температуры нет поэтому я вот сижу нормально могу сидеть могу нормально общаться просто слабость какая-то бывает слабость пытался здесь выйти в стрим опять же да у меня были такие к вечеру симптомы уже не такие сильные на утро опять горло и тому прочее стримы у меня как-то выходит странно обычно о них говорят заранее все блогеры а у меня как-то а почему бы мне не выйти в стрим я чувствую себя херово но я сейчас еще поболтаю и будет все зашибись я выздоровлю и выхожу в трансляцию не вовремя многие уже наверно спали либо уже такие посмотрели типа чё фу такие все пока пытался выйти с телефона прямую трансляцию и меня не вышло мне не подключился телефон я не знаю в чем причина но дело в том что я попробовал через vpn и через vpn он подключился то есть как я полагаю либо с моего только телефона нельзя выйти в трансляцию на youtube либо в россии нельзя через телефон выходить трансляции на youtube я что-то понять не могу ищу информацию об этом в интернете нигде информации нет и меня это настораживает либо возможно у меня что-то с телефоном вот видите сейчас осень до очень мало солнца и свет такой тусклый из-за того что тучи очень плотные да и кажется что вокруг серость из-за этого падает уровень освещения и из-за этого моя камера теперь в таком качестве дерьмовым вы видите какой шум видите какое качество ужасно и все это будет полгода это будет полгода вот такое качество без спросите на чем я сижу ну конечно же на пуфики вот он на пуфики не на полу же голой жопой поэтому вот так вот сижу здесь полочка синтеза это вот диван застеленный пледом вас был такой случай когда мы пролили по моему чай на пол а здесь полос светлый видите его я шок и говорю быстро срочно где-то у нас до места с что там надо давайте быстрее мылом мылом и мы отмыли мы отмели все было хорошо ой ребят ща кое-что покажу ща кое-что покажу сейчас все увидите вот он первый снег о котором так много рассказывали люди вот он наконец-то он здесь хотя я его не ждал абсолютно абсолютно не что не снимал сегодня на кухне так как включил посудомойку кряхтит пыхтит так что спасибо вам всем за просмотр ребят не болейте берегите себя и все будет хорошо новых встреч на канале виктора самойлова всем пока